Ну, я бы хотела рассказать о стиляции материала. Ну, соответственно, действенное время на самом деле считалось, что так как нейтрин принадлежат класс лептонов, что у них очень маленькая масса, и даже в каком случае считают, что она почти примерно равна нулю. Но в результате некоторых экспериментов пришли к выводу, что масса у них не равна нулю. Сами они, как говорилось в предыдущем докладе, есть три различных поколения нейтрины – это электронная нейтрина, мионная нейтрина и тау-нейтрина. И в процессе различных экспериментов было выяснено, что эти нейтрина, они еще обладают таким образом, как лептоновые числа или ароматы, и что возможно смешение ароматов. То есть в процессе эксперимента возможно, что вы имели, например, пучок мионных нейтрина, но уже по выходу вы можете обнаружить, что количество мионных нейтрина меньше ожидаемого, соответственно, что часть каких-то мионных нейтрина пришла, например, в тау-нейтрины. Сами нейтрины характеризуются массовыми состояниями, различными, скажем так, углами смешения. Сама геонология, они описываются на самом деле… То, что здесь активные нейтрины – электрон, мионные и тау – это те нейтрины, которые сопровождают рождение или гибель, соответственно, электроны, миона и тау, и кто. Но распространяются в пространстве эти нейтрины. На самом деле, моды их собственные распространения, они отличаются от этих типов ароматов исходных нейтрины, которые рождаются. Поэтому, если родилось, что у нас один тип нейтрины, то в процессе распространения, его надо разложить, как вы понимаете, на собственные моды, нормальные волны нейтринного поля. И эти нормальные волны отличаются от тех, которые в процессе рождения возникают. И отсюда возникает вопрос о смешивании нейтрина и переходе от них в нейтрина к другим. Да, и параметры этого смешения, на самом деле, до сих пор неизвестны точно. И поэтому проводятся сейчас различные эксперименты по измерению этих параметров. Существуют эксперименты с длинной базой, с короткой базой. База здесь имеется в виду то расстояние, которое пролетает нейтрино от источника до дальнего детектора. И есть эксперимент, соответственно, на появление и на исчезновение. То есть в каком-то потоке нейтрино, например, мионных нейтрино, вы смотрите, что появляется тау-нейтрино или наоборот. Видите, что количество мионных нейтрино уменьшается, соответственно, появились какие-то другие нейтрино. Сейчас есть несколько экспериментов с длинной базой. Первые четыре считаются экспериментами старого поколения. И последний эксперимент нового – это эксперимент нового поколения. И эксперимент с короткой базой также подлежит к экспериментам старого поколения. С этой длинной и короткой – это каких-то единицах, не только качественных. Ну, например… Речь идет о километрах, сантиметрах. Да, километрах. Например, длинная база. Там есть эксперимент, когда из церна направляет поток протонов, он встречается с мишенью, там появляются вторичные частицы пионы и каоны. Там на пролетной базе они где-то распадаются. Это где-то 200-500 метров различное расстояние бывает. И вот туда же направляется в подземную лабораторию в Италии 730 километров. Это длинная база. Короткая база – это километр, например. Короткая база – это внутри одной лаборатории делает. А разные – это уже разнородный эксперимент. Саша, а вы еще про солнечные нитрины что-нибудь будете говорить? Вообще, как-то… Если нет, то я тогда вот к этому расскажу два слова. Вот эксперименты на исчезновение нитрина. Солнечные эксперименты как раз относятся к этому. В 90-х годах эта тема была очень актуальна, потому что, когда стали регистрировать несколько энергичных нитринов разными способами, в диапазоне от СУПМЭФ до МЭФ, то, что нам Роман немножко говорил, то обнаружилось, что от Солнца нитрина приходит меньше, ну, кто говорил, там на 30%, ну, два раза, чем ожидается по той термоядерной реакции, которая на Солнце идет. А параметры Солнца и параметры термоядерной реакции там уже хорошо известны, там люди уточняют уже второй знак, они тоже в отличие вдвое. Поэтому это была очень сильная загадка, и предполагаемое ее решение очевидное, конечно, это сряться нитрина. То есть нитрина родилась на Солнце электронная, а в процессе, когда она прошла 150 млн мм до нас, а это электронная нитрина могла перейти частично в мионные или в тау. И поэтому мы электронную часть электронного нитрина регистрировали как бы меньше, чем то, что там родилось. И действительно оказалось, что такой механизм все объясняет. При этом длина характерная перехода электронных нитринов в мионные или в тау, она еще зависит от того, какое вещество на трассе распространения. Потому что нитрины, когда идут, они, если есть у нас протоны, нейтроны, например, обычное вещество, то они чувствуют эти ядра, и скорость преобразования одних нитринов в другую зависит от локальной концентрации вещества. Для вакуума чисто, как от Солнца до Земли, это одно характерное масштаб перехода. А вот в экспериментах, которые Саша будет делать, когда, например, в горных породах, если вот от Месцерна посылают в Испанию, в Италию, то там это все в горных породах происходит. Там плотность вещества нескольких граммов кубических сантиметров, и там период осцилляции нитрина другой. И вот это все будет измеряться. Но для особенности нитрины эта проблема была решена как раз в конце 90-х годов, и это было первое реальное подтверждение того, что осцилляция есть. Но там осцилляция только электронного и миллионного нитрина. Надо все три типа нитрина, то есть все смешивания, все массы измерять, и для этого без лабораторных экспериментов не обойти. А энергия теряется при этих нитринах? Нет, энергия не теряется. Это чисто конспоративный процесс, просто как волноводник. Вы задали начальным источником, он генерирует у вас, например, какие-то три моды. Но если это источник у вас на какой-то частоте, вы думаете, что это один тип из нитрина. А дальше распространяется излучение, и оно по трех модам распределено, каждая свои скорости, свои поляризации. И есть совершенно такая ситуация. Аналогия в этом смысле почти полная, но только то, что у нитрина конечная масса. Ну и волноводник, кстати, и потом конечная масса, эффективная. Это просто переспределение нитрина. Энергия? Да. Да, там урабрадная энергия. Ну вот... А теперь она длина ссаляция? Она... И длина ссаляции. Она ссаляция как раз на порядок меньше, чем расстояние от Солнца до Земли. Потому что если бы длина ссаляции была много-много меньше, то тогда все нитрина выровняется. То есть... И... Фактически эффект в значительной мере вакуум. Но она, по-моему, не очень значит, в каких-то там миллион километров. Вакууме. А в земных породах она гораздо меньше, конечно. Она уже... Алина, нет. Можно? Почему у тех кто бы отсутствовал? Нет, он не отсутствовал. Он бы вырвался. Он... Все электронные нитрина... Нет, мы тогда получали... Фиксирован. Независимо от состояния. Независимо от состояния. Независимо от состояния. Мы бы как-то видели. Он не отсутствует. Просто он бы не зависел тогда от состояния. Если бы не до сока. Ну, вообще, относительно всех этих экспериментов стоит отметить, что сам процесс детектирования вообще нитриенов, он достаточно трудный. Так как вообще... Даже для экспериментов... Особенно, на самом деле, для экспериментов с длинной базой существует огромное количество фоновых эффектов, которые, на самом деле, смазывают какой-то вот... Самые эффекты невозможные... То есть, за много лет, например, какие-то эксперименты... Вот первый эксперимент К2К. Он, например, там, с 1994 года есть эксперименты. Они там ведутся какое-то длительное время, и в прошествии какого-то, например, 5 лет. Все статические данные, которые набираются, они их по длинному органу стараются как бы трактовать. И сказать однозначно, что, например, мы получили переход из неонных нейтрино-тау-нейтрино, однозначно сказать невозможно. То есть, обычно говорят, что вот это претендент на тау-нейтрино, например. То есть, например, даже уже, когда, скажем так, вскоренные протоны встречаются с мишенью, где идет образование вторичных мизонов, то есть пионов-каонов, а возможно, например, на паралетной длине возможно образование также дополнительных просто пионов, которые также распадаются на какие-то... на нейтрино. То есть, очень трудно все эти фоновые эффекты их удалять. Например, для этого паралетную длину там ее, например, заполняют гелем. Считается, что это как бы уменьшает образование вторичных элементов. Ну, эксперимент К2К с длинной базой. В этом эксперименте измерялись в основном характерные величины для неонных нейтрино. Вот. Это достаточно большой эксперимент. Ну, на самом деле, вот так же большая проблема экспериментов первого поколения в том, что когда вся остановка имеет примерно как бы линейную структуру в том смысле, что есть, например, когда как раз мишень, паралетная длина, на которой пионы-каоны распадаются, есть ближний детектор, на котором фиксируется как бы тот энергетический спектр, который есть, есть дальний детектор. То есть в этом эксперименте считается, что возможность как бы осцеляться нейтрино измеряется по двум, как бы. Возможно, два варианта. Это дефицит потом мионных нейтрино, да, то, что мионные нейтрино перешли в тау-нейтрино, например, и также изменение нейтрического спектра. Поэтому идет предварительный замер на нижнем детекторе, то есть то количество нейтрино, которое образовалось, потом оно экстраполируется на дальний детектор метод Монте-Карло, и потом уже сравнивается с тем, что получено на дальний детектор непосредственно. Ну и также вот то же самое фактически с энергетическим спектром. Но при том потоке нейтрино, который образовывается при встрече, смешении распада пионов-каонов, есть, скажем так, там не чисто мионные нейтрино, например, там есть небольшой процент каких-то примесей, электронный нейтрино, тау-нейтрино. И померить точно какой процент примесей достаточно трудно, опять-таки. И вот эксперименты второго поколения, они уже отличаются тем, что поток нейтрино направлен непосредственно на дальний детектор, он направлен, скажем, на ближний детектор, то есть примерно там где-то в отличие в несколько градусов. Это позволяет отсечь всевозможные примеси. Это будет показано на рисунке. Но тоже вот здесь показано электрический спектр нейтрино для слонов единиц, для гигаэлектрон-вольт. В ближнем детекторе и, соответственно, в дальнем детекторе, что получается. Ну, здесь примерно 97 процентов это мионные нейтрины. И вот как раз остальные 3 процента это какое-то распределение между тау-нейтрино и электронами нейтрино. Следующий эксперимент. Ну, здесь схематическое выражение ближнего детектора. Это достаточно сложная конструкция, требующая большую точность. Ну, вот измеренный спектр нейтрино. Число событий, которое в определенном элементическом интервале рассматривается. Следующий эксперимент тоже эксперимент минус. Это, опять-таки, тоже измерение, попытки измерения характеристик мионных нейтрино. Здесь представлено схематическое выражение данного детектора. В общем-то, видно достаточно, что все это серьезные проекты. Как это, в общем, выглядит, какие объемы. Ну, на самом деле, больше интерес представляет эксперимент ТОПЕР. Это уже как раз процесс измерения осцилляции самих мионных нейтрино в стау-нейтрино. И как бы способ их, скажем так, детектирования. То есть, как раз вот здесь эксперимент, где из ЦИРНа идут скоренные протоны, встречаются с мишенью. И вот в лабораторию в Италию направляются они. И, то есть, там расположен дальний детектор. Там расположены огромные... Ну, здесь вот в статье они, скажем так, называются кирпичами. То есть, это вот определенный детектор находится в виде сферы. То есть, когда туда прилетает нейтрино, они встречаются с детектором, то есть, и распадают, появляется таолептон. И здесь характерно для вот этого эксперимента, соответственно, и вообще для таолептона, характерно, как они регистрируются. То есть, здесь достаточно сильно видно, что при встрече с детектором, с этими вот кирпичами, траектория нейтрин, она резко меняется. То есть, при распаде, когда нейтрин на распаде влияет с таолептон, характерны достаточно длинные, ну, не длинные, очень сильные угловые изменения направления. По этому направлению как раз они детектируются. То есть, в этой большой сфере. Ну, как он выглядит. Ну, и вот в статье 2011 года у них был, скажем так, один из возможных ситуаций, скажем так, один претендент на появление таолептона. На претендент на появление таолептона. Ну, в общем, как она выглядит, как это изменение углов. То есть, вот он видит ли, вот как он измерен. На каких расстояниях все это, насколько точно это. Ну, поэтому, как бы это очень, очень, так как там много, как раз вот такое небольшое расстояние, и поэтому, когда появляется процесс, и поэтому и говорит, что это именно претендент. То есть, выявить какой-то это фоновый эффект, да, то есть, когда какие-то другие нейтрино, что-то там происходит. Вот. Или же это именно вот этот вот мионный нейтрино вот перешел в того нейтрино. То есть, невозможно определить точно. То есть, это какая-то степень вероятности. Вот. Ну, как раз это уже, так. Да, и вот как раз этот эксперимент Т2К, это эксперимент второго поколения, где как раз видно, что вот он, поток протонов, вот он распадный пролетный объем, где как раз вот мишень, и где протоны распадаются на пионы и колоны, и вот ближний детектор вот сюда, и здесь вот дальний детектор. Это большое расстояние. Как раз вот за счет этого небольшого угла возможность сечения всех побочных каких-то примесей. Вот. Опять-таки, это изучение мионных нейтрино. Вот. Как выглядят детекторы. Вот. Ну, и вот эксперимент новый. Это уже эксперимент с короткой базой. То есть для экспериментов с длинной базой очень характерно то, что все, скажем так, параметры, так, возможно, огромное количество каких-то фоновых процессов, все эти параметры между собой вероятности, скажем так, осцилляции нейтрино, они между собой очень сильно коррелируют. Как бы, так. Эксперимент с короткой базой как раз это и преимущество, что сильно корреляции там не наблюдается, но опять-таки, на самом деле, вероятность появления каких-либо таких конституционных процессов, она как раз достаточно мала. Вот. Поэтому, чаще всего, конечно, используют эксперименты с длинной базой. Ну, вот эксперимент новый, на 2011 год, он находился, скажем так, в разработке. Т.е. это был… собирались, опять-таки, мерить углы смешивания. И одна из, как бы, больших проблем, то, что массы нейтрино, точные их массы, они неизвестны. То есть неизвестны, в каком соотношении друг с другом они находятся. То есть при расчете вероятности перехода различных нейтрино друг к другу необходимо, как бы, знать их… они характеризуются разностями квадратов масс. Вот. И есть, как бы, такие параметры, как вот правильная иерархия масс и неправильная иерархия масс. Соответственно, во многом они… в случае, например, правильной иерархии масс, возможно, что стандартную модель переделать, по которой все это, если переделать, не придется. То есть то, что все согласуется в случае с ней. Но, например, если, возможно, другой сход событий, то придется искать какие-то другие объяснения, какие-то новые теории. Поэтому все эти характеристики они стараются померить. Правильно. У кого у электрона масса больше, у кого у электрона больше, у кого у электрона больше масса. Называется правильная. Там электрона – самый массивный, потом мион, а потом уже электрон. И, соответственно, у электрона тоже есть масса. Если они так же расположены – это правильно. Если они инвертированы, то это сложнее и физически происходить. Те эксперименты, которые есть с короткой базой, вот те события, какие будут, возможно, появление неонов. С короткой базой здесь единственный эксперимент, который я вот там читала. Ну, возможно, не единственный. Это вот постеляция мионных нейтринового электрона. Вот. Как раз с короткой базой вот этим вот здесь. Не нравится. В общем-то, вот. Спасибо. Некое представление у вас, наверное, появилось. Хотя тут очень много неясных вопросов, потому что мы смешиваем все, они очень плохо так измеряем. И вот в большинстве экспериментов наиболее достоверный факт – это переход мионных нейтринов в Таунифрин. Потому что вот от тех же логических условий электронные нитрины, их поток почти что не меняется, потому что они никуда вообще не переходят. От мионных, оказалось, один инфритрин переходит в Тауни. Это, по-видимому, говорит о том, что разных квадратов масс их как раз наиболее большая и угол смешивания. Ну, они говорят, что эксперимент новый, они считают, что смогут измерить где-то с точностью 1%. То есть остальные эксперименты были где-то примерно точно с 10% они гарантируют. То есть смешение вот мионных и Таунифрин, вот угол смешивания их, считают это, это будет примерно 10% с точности. Понятно. Я вот не понял, что там на длинной базе не гарантируют, а на коробке не гарантируют. Ну, на длинной базе, ну, чем больше расстояние, соответственно, тем возможно появление каких-то формов процессов. То есть, например, если у вас есть пучок нечистых, например, вот мионных нейтрино, то есть там, например, какой-то процент электронных нейтрино, там 3, например, на 4%. Вы не сможете точно идентифицировать, что у вас, например, этот набор, в случае, например, эксперимента на исчезновение. Да, у вас будет, вы измерили, у вас на ближнем детекторе было столько-то мионных нейтрино, а потом вы смотрите у вас вот вход неожиданно из электронных нейтрино в мионовый нейтрин. Кто знает, как там что-то произошло. То есть, возможность идентифицировать и объяснить, что вот этот эксперимент именно конкретно, вот этот пучок мионных нейтрино перешли в Тау-нейтрино, вы не можете сказать. То есть, чем больше расстояние, тем больше побольше каких-то эффектов возможно. В случае короткой базы, оно меньше. То же самое с каким-то подобным вторичными частицами. То есть, возможно, образование пионов и, опять-таки, дополнительные распады. А какого типа силах сигналов идет речь во всех этих экспериментах? То есть, за какое время, сколько вообще нейтрино они, или и, точнее сказать, им кажется, что они увидели. Ну вот, первый, который вот, Кадвака, японский эксперимент, они там собирали, по-моему, в течение пяти лет. И сколько при этом увидев, по порядку уменьшили событий? 10, 100, 1000. Сейчас точно надо показать. Так, да, вот они собирали пять лет. Ну, где-то... Ну, скорее всего, где-то около ста, по-моему. Ну, например, в первой эксперименте К2К было регрессировано 112 событий. Ну, примерно 100. А потом вот в этом эксперименте К2К было, там же, конечно, больше будет. На порядок, наверное, до 1000. Ну, у нас... Все, спасибо тогда. Время.